Продолжение следует... Мы вас приветствуем. Заходите, не взрывайте, не ходите. Нет, мы разводимся. Ну, чего же, конечно, разводимся. Даша. Ну, то что это... Сестра 11-го года, 1911-го, брат 1914-го. Это его жена Дарья. Это моя сестра Татьяна, 21-го года, ее муж Павел. Брат Александр, 23-го года, жена Зинаида. Сестра Анастасия, без мужа. Брат Николай, его жена Ольга. Я грешник, моя жена Эльвира. А это двоюродный брат, тоже Машкин. Ну, и чем выше, тем моложе. Чем вот сюда, так же. Здесь старше, и туда моложе. Вот так расположено. Самый старший брат моего отца, 1880-го года, да, 80-го года рождения. Вот. Маленький семейный музей. Да. Так, сегодня у нас 16 августа 2020-го года. Вчера Григорий Тимофеевич мне позвонил с радостной вестью. Ему привезли первые книги. Вот они стопкой сложены в уголку. Ну, а выглядят, мы уже их показывали, вот так вот массивно документов, сколько здесь. Первый том. И вот он, второй том. Вот так вот это все выглядит. Конечно, весть очень радостная. Путь тернистый. Прошла книга, это пока издалось. Весть радостная. Наконец-таки станица обрела книгу своей истории. Григорий Тимофеевич, Напомните, пожалуйста, в каком году и как вы пришли к этому, чтобы начать писать историю станицы? Ну, написание историю станицы в какой-то степени меня подвинули мои внуки, когда появились у меня внуки. И мы с женою перед сном рассказывали им сказки. И когда сказки кончались, запас их, вот, я предложил, давайте я вам буду рассказывать, как мы раньше жили. И рассказывал. Они задавали, естественно, вопросы, а как дедушку звали, а как бабушку звали, как прабабушку и так далее. А я, увы, ничего и не знал. Потому что в детстве мы звали бабушку, бабушкой, а дедушкой, дедушкой. А когда коснулось отвечать на вопрос, как звали, не знаю. С этого времени я и начал опрашивать своих родственников. К сожалению, к этому времени родители уже ушли из жизни. И все мои старшие братья и сестры, а их, кроме меня, шестеро, тоже ушли уже из жизни. И спросить практически не у кого. Поэтому я вынужден был посетить библиотеку, поискать литературу краеведческого характера, начал ее читать, и из нее узнал о том, что многие документы хранятся в архиве Ставропольского края, так называемом АСКИ. И я с этого времени начал посещать архивы. Естественно, дело для меня темное. Если, скажем, посещение библиотек для меня, как инженера по образованию, дело привычное, то посещение архива впервые для меня дело было новым, но не менее интересным. И я потихонечку, расспрашивая более, так сказать, опытных людей, как, что, где можно искать и так далее, знакомясь с архивными, значит, документами, ну, такого инструктивного характера, значит, вот, потихонечку начал двигаться и изучать свою историю. Нашел один из главных документов по станице Новотроицкой первая перепись населения после образования станицы. Село еще, до станицы было село Новотроицка, образовано в 1797 году. А перепись его, первая перепись Новотроицкой, была в 1811 году. И эта, так называемая, ревистская сказка сохранилась в нашем архиве. Чем хороша сказка и эта, и любая первая перепись для любого населенного пункта? Тем, что в ней написано не только посемейно, кто прибыл, но и откуда прибыли. Таким образом, я узнал о том, что мои предки Федор и Дмитрий с семьями прибыли в 1797 году из Курской губернии, Суджинской уезд, деревня Машкина-Ивница. Ну, после я узнал о том, что в те поры, значит, крестьянам землю не давали, а это значит, мои были не крестьяне. И по документам переписи они значатся однодворцами. Я нашел документ, соответствующий в архиве, кто же такие однодворцы. Документ сложный, обращение курских однодворцев, к Екатерине II, где они жалуются на свое положение, что они происходят из дворянского сослоя, дворянского-боярского сослоя. Но обедневшие перешли в однодворцы и даже обращаются с ними, как с обычными, так сказать, крестьянами, которым раньше землю не давали. Ну и таким образом, двигаясь дальше, я скопил столько материалов, что оставить его только для себя было бы не совсем удобно, потому что у меня скопились сведения по селу и станице Новотроицкой. За это время я успел узнать о том, что, когда образовалась станица Новотроицкая, Ставрополь, образованный 20 лет назад до Новотроицкой, еще как таковым городом не был, была станица Ставропольская, крепость Ставропольская, Азово-Моздокской оборонительной линии. И наши населенные пункты, образованные здесь, в том числе Новотроицкой, входили в состав Астраханского наместничества. И таким образом, многие документы того времени хранятся в Астраханском архиве. Значит, поэтому по возрасту я уже, как говорится, не вхожь туда, не въешь. Я вынужден по компьютеру обращаться, значит, по интернету обращаться в архив и получать оттуда нужные мне документы. И довольно много получил. Ну и так далее. Далее я Курский архив, значит, опрашивал. Далее я Московский архив военно-исторический опрашивал. Далее Краснодарский архив. И так далее. Некоторые материалы я получил на отдельных своих, и не только своих родственников, из архива ФСБ. Там тоже очень много интересных сведений. Ну вот так, кратко. Сколько лет продолжались ваши поиски документов? Значит, я начал заниматься в 2006 году этим делом. И, будем говорить, вчера только закончил. Если считать, закончил. Значит, вот, издание этой книжки. Таким образом, значит, в общей сложности 15 лет. Три года мне, значит, пришлось последнее заниматься подготовкой к изданию книги, издания и обработкой материалов. Значит, вот, а до того, вот, 12 лет, день в день, как на работу я ходил с 8 часов и до 15, до 5 часов, значит, вот, в архив наш Тавропольский, значит, и там искал и находил очень много материалов. Хотя считается, и это там действительно есть, что сохранившихся в архивах материалов всего 8-10% от того, как их положили туда. Причина этому – войны, пожары и так далее. Ясно. Труд титанический. Я помню, как мы участвовали, принимали участие в выкупе некоторых документов. Это не все было бесплатно. Совершенно верно. Перенесли вы операцию за этот период, тоже помню. Как такое было. Ну, рады вас видеть в здравии. Ну, что ж, теперь, скажем так, да, еще хочу сказать чисто от себя. Это не все так просто, как кажется. Человек занялся, человек написал и все. Были такие моменты, когда пытались, как бы, книгу эту забрать, то есть, права на нее получить, потому что финансовое положение было у Григория Тимофеевича отнюдь не располагающее к выпуску книги. Некоторые люди пытались перекупить права на эту книгу. Ну, устояли до конца. С чем мы вас поздравляем. Все, теперь уже книга в руках у вас. Вот как-то так. Радостный момент для вас. Ну, естественно, и для станицы. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо огромное. Это я скажу от всех людей. Я некоторым сказал. Очень рады люди. Прямо встрепенулись, да. Слава Богу, наконец-таки. Получили эту книгу. Теперь мне надо задать вопрос. Вот эти 150 комплектов. Как они будут распределяться, чтобы люди знали? Значит, в первую очередь я уже начал отдавать тем лицам, которые произвели предоплату. И таковых порядка 50 человек. Некоторые заказали по одному комплекту, некоторые два. Есть до четырех комплектов одновременно. Те, кто, значит, не может сюда приехать. Ну, есть такие, которые с Урала запросили. Новотройские живут на Урале. Значит, в Великом Новгороде живут. Это в Нижнем Новгороди живут. Естественно, туда отправлять почты придется. Это работа, так сказать, тоже для меня большая. Ну, значит, я ее буду делать. Те, кто оплатил, в первую очередь получают. После того, как, значит, я выполню вот этот уже оплаченный заказ, всем остальным желающим. Ясно. Вот меня человек попросил, моя землячка, сегодня утром мы с ней разговаривали, она живет в Сибири. Корни у нее новотроицкие, она как бы попросила, Гена, узнай, пожалуйста, могу ли я займеть эту книгу. Если, допустим, она вам переводит деньги, вы комплект выделяете? Я комплект выделю, единственное, что, значит, оплата за ее счет. Ну, это естественно. Я имею в виду пересылку, оплата пересылки. Нет, пересылка, это я сам ей перешлю, да, чтобы вас не утруждать. А, ну, значит, тогда нет проблем. Ну, и от атамана Сергея Ивановича Катюкова, станичного атамана, мы с ним были у вас в властях. Да, я помню. Он тоже. Нам не в личное пользование, а для общества нужна книга. Ну, я думаю, вы подпишите ее. Нет проблем. Для общества. Мы тоже к ним обращались, к казакам. Люди принимали участие в сборе денег. За что им великое спасибо. Документ какой-то помогали выкупать. Да. Такие вот дела. Ну, и, как я знаю, ваша наипервейшая помощница, исподвижница Елена. Ерина. Ерина. Елена, она переняла у вас, скажем так, опыт, инициативу и тоже работница архивов является. Так что, ваша задумка пошла и дальше. Так должно быть. Все прекрасно, все хорошо. Ну, что ж, очень рады. Это мы покажем народу. Вест для станицы накануне Яблочного Спаса. Станица, казачье общество станицы получило год назад знамя. Станичная. Ну, а теперь вот и книга вышла накануне Яблочного Спаса. Ну, что ж, Григорий Тимофеевич, поздравляю вас в добрый путь. Спасибо. Книга смотрится прям очень массивно, шикарно. Ну, а кто захочет заглянуть вовнутрь, милости просим. Книга для вас создана. Григорий Тимофеевич, пару слов вот за книгу, которую вы держите. Значит, несколько раньше вышла книга памяти станицы Новотроицкой, периода 1941-1945 год. В ней помещены короткое содержание, значит, автопиографического характера. Более двух тысяч двести двадцать восемь человек. Книжка вышла небольшим тиражом для, так сказать, первоначального изучения спроса и возможных замечаний. Значит, есть указано, куда направлять, если появятся дополнительные лица, значит, вот, отправлять по указанному здесь адресу. Для того, чтобы следующее издание, значит, этой книги было более расширено. Все ясно. Скажите, пожалуйста, чей труд эта книга? Эта книга совместный коллективный труд, значит, Машкина Григория Тимофеевича, Ерина Елены Николаевны и Бочарникова Игоря Валентиновича. Спасибо вам большое. Вы настоящие патриоты станицы. Вот мы осветили все эти книги. Итак, пожалуйста, на другую сторону. Здесь, как мне сказали, отец Григория Тимофеевича. Покажите обратную сторону. А здесь мама Григория Тимофеевича. Средняя, посредине. Ага, вот так вот. Замечательно. Спасибо вам за интересный рассказ. Обществу казакова или казачьему обществу, как правильно? Наверное, казачьему обществу станицы Новотройской. Вот сегодняшним числом книга подписана казачьему обществу станицы Новотроицкой. С чем я поздравляю Сергея Ивановича Катюкова и его сотоварищей. Вот нам доверили самому выбрать свеженький с типографией. Вот, Дашуль, это семейная реликвия будет. И ты когда-нибудь будешь рассказывать своим детишкам, что ты была участницей. Вот. Первый том. Это второй том. Пахнут типографией. Шикарно так как. Так, Дашка, ты будешь первый читатель. Да. Читатель не читатель, а листатель точно, да? Пусть читает. Почему? Тут есть главы, я знаю, довольно-таки интересные из истории. Да. Так, ну что ж, милости просим вас. Мы тоже хотим. Тоже хотите? Ну какие, ну какие они. Вон еще, свыкшиеся некоторые. Так, вот это вот. Так, диктуй. Ну это вы уж сами, я вам доверяю. Ты и начало диктуй. Кому? Ты, может быть, на жену, может быть, на себя, может, на мать, может, на отца. Кого? Свадебный подарок Юлии и Геннадьев. Ну так писать? Да. Ну, пожалуйста. Юлия, а ты обрати внимание, все по две, две кружки подарили, да. Две книги. Так. Геннадий и Юлия, или Геннадий и Юлия. Хорошо, что мы уже в возрасте с тобой, а то точно двое не проделась бы. Нет. 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 Я не терю. Нет. 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 Продолжение следует...